Я сегодня посмел написать в Твиттере о том, что жучки, ну жучки, жучищи, страшные всякие жучищи, это в продолжение того, что я не так давно записывал видеоблог по поводу Эрдогана, как его охиджакнуло, вот, что эти жучки были, были по-любому в турецких продуктах, просто сейчас они ушли. Ну и второе, я писать, конечно, не стал, но в Инстаграме опубликовал опять-таки фотографию свою, я отправляюсь в Турцию, потому что там безопасно, вчера, а сегодня там безопасно. И честно говоря, это правда, потому что безопаснее отдыха, чем в Турции, я даже редко встречал. И что тут началось? Ну, большинство комментаторов, слава богу, были адекватными, потому что вообще подписчики адекватные. Но некоторые люди начали писать, о, Шарий снял табу на комментирование ситуации в России. У меня не было табу на комментирование ситуации в России, я просто говорил, что это не моя страна. Но я же комментирую ситуацию, к примеру, в Бангладеш, хотя это тоже не моя страна. И другое дело, я не лезу и не начинаю указывать, как там что делать, как это делают российские оппозиционерные блогеры, или как оппозиционные, которые приходят и своими вонючими языками треплют о том, как нам обустроить Украину. Ну и я, если прокомментирую, то я думаю, это будет лучше, чем это прокомментировать какой-нибудь гондон с российским паспортом в кармане, из блогеров, которые только и выискивают, как бы обговнякать свою собственную страну. Ну и вот, в принципе, мой комментарий. Это все крайне интересно, как я уже говорил, с точки зрения взаимоотношений общества и средств массовой информации. Средств массовой информации, которые каждый день рассказывали одно, а потом разворачиваются, начинают рассказывать совсем другое. Поэтому, я думаю, что если Эрдоган и сотрудничал с ИГИЛ, то только в качестве разведчика он вошел к ним в доверие, для того, чтобы потом дать точные координаты, чтобы авиация нанесла точный удар. Если он с ИГИЛ торговал нефтью, то только лишь для того, чтобы эту нефть потом выливать на землю, для того, чтобы отравить подземные источники, благодаря которым ИГИЛ пили воду. И сын его, нормальный бизнесмен, да и сам он, знаете, просто крепкий хозяйственник, ежовая рукавица, которая держит свою страну. А если бы не держал, вы подумайте, рядом такой регион, страна бы просто расползлась. Да, он иногда поступает достаточно жестко, но именно таким и должен быть руководитель. Ну и, конечно же, удар в спину намного легче удара по яйцам. Поэтому тот, кто ударил в спину, возможно, просто похлопал по ней, но не рассчитал силу. Ну а теперь, как я и анонсировал, в прямом эфире, в прямом эфире все мы имеем возможность наблюдать трансформацию новостей и преломление определенного подхода к определенным вещам. И это крайне интересно, потому что сейчас вы вряд ли услышите про мерзких-мерзких жучков, про торговлю с ИГИЛ, про пособничество терроризму, ну и про-про-про. А после этого вы сядьте и задумайтесь, может быть, это не Шарий виноват, а может быть, это СМИ так устроены. Ну все, я пошел, у меня кебаб остывает. В турецких томатах перцы и цитрусовых опасные личинки насекомых находят чаще, чем продукции из других стран. Вот и сейчас их достают из мандаринов.